Мы в качестве архитектуры будем использовать паттерн MVVM. Давайте разобьем наши файлы проекта в соответствии с этим паттерном на три слоя. Итак, давайте первый слой будет Data. Для этого становимся вот здесь на этой папочке с проектом. Правая кнопка мыши, New, добавляем папку и называем Data слой. В этом слое у нас будет происходить вся магия с базами данных. Здесь мы будем получать данные, мигрировать из глобальной базы данных. То есть базы данных, которые находятся на сервере, мы будем через RetroFit получать эти данные и мигрировать в локальную базу данных, которая находится на устройстве. Это база данных Room. И вся эта миграция будет происходить именно вот в этом слое Data. Следующий слой это Domain. Создаем. Этот слой у нас будет таким доставщиком. Он будет доставлять все эти данные в следующий слой. Это слой Presentation. Давайте создадим слой. То есть по факту мы создали три папочки. И в этом слое будут уже наши Activity, фрагменты, все что связано с UI, происходить. И вся магия во ViewModel. Вот это все будет здесь происходить. Так как я сказал чуть ранее, у нас будут данные приходить с базы данных. Для этого нужно кое-что настроить у нас на сервере. Для того, чтобы настроить базы данных на сервере, ну то есть по факту мы будем использовать базу данных MySQL, вам нужен, конечно можно это все сделать на вокальном компьютере, да, но проще всего, с учетом всех сегодняшних тенденций, которые существуют по управлению доменными именами, хостинги стоят очень дешево. Проще всего заказать себе хостинг. Это будет топ нескольких хостинг-провайдеров, да. Если в России мы говорим, это Baggett, это Maghost, это Reg.ru и Rucenter. Вот это российские. Из международных это Интерсервер, которым я пользуюсь. Ну, Myhost я слышал хороший еще. Ну, там можете загуглить по поводу топ лучших хостингов. В принципе, там рейтинги, описание все выйдет. Но я буду показывать на примере Интерсервера, ссылка на этот хостинг будет под видео. Это не реферальная ссылка, я с ней ничего не имею. Это просто нужно для того, чтобы вы могли быстрее перейти на этот хостинг. Ну, также на все остальные хостинги, также будут ссылки в описании под видео. То есть вам нужно зайти на хостинг и зарегистрироваться там. Итак, после того, как вы зарегистрируетесь, у вас будет панель управления вашим хостингом. У моего хостинга это C-панель у вас. Кстати, это C-панель встречается у очень многих различных хостинг-провайдеров, да. Вы можете выбрать того хостинг-провайдера, у которого есть такая же C-панель. Ну, в общем, там все индивидуально просто. Как, что вам нужно для того, чтобы создать базу данных MySQL и правильно настроить получение этих данных в свое Android-приложение. Вам, во-первых, нужен домен. Если вы знакомы с сайтами, если не знакомы с сайтами, то я вам расскажу. Если брать сайт, то домен это адрес вашего сайта. То есть, это ссылка, по которой вы можете зайти на сайт. Домены в среднем в зоне COM стоят по 700 рублей, в зоне RU по где-то, наверное, сейчас 170 рублей в год. Один раз в год платите за домен. Хостинг это сервер, считайте, пространство, на котором располагаются, если мы говорим про сайты, файлы вашего сайта. В нашем случае на хостинге мы будем располагать файлы по получению, по перезаписи, по записи данных в нашу базу данных. То есть, это файлы по работе с нашей базой данных. Вы на сайте хостинг-провайдера создаете себе домен, подключаете и подключаете хостинг. И далее нужно сделать то, что сейчас я вам покажу. Я буду, у меня есть основной домен, да, я буду создавать на поддомене. То есть, у меня домен alex-bashi.com и я создам, на котором домене находится мой сайт основной. А я создам поддомен food.alex-bashi.com. И для этого есть специальная вкладка субдомен. Захожу сюда, в эту вкладку субдомен. И просто, видите, у меня уже выбран мой, у меня тут много различных сайтов, у меня уже выбран мой основной домен. И мне нужно создать поддомен. То есть, я вот так вот сделаю food. Отлично. Что такое поддомен? Например, опять же, на примере простых сайтов мы говорим, допустим, у вас есть свой, ваш ресторан, да, который находится на домене restaurant.com, да, а вы хотите создать отдельную страничку, отдельный сайт по доставке, да, по доставке блюд с вашего ресторана. Вы можете не создавать новый домен food24.ru, да, а можете создать поддомен, который будет называться food24.restaurant.ru, да, или restaurant.com. В зависимости от того, ну, где вы хотите располагать свой сайт. В общем, тут такая же ситуация. У меня есть основной домен, и я хочу расположить на поддомене мой, я хочу создать поддомен. Сейчас, может, не очень это понятно, но вот вы просто, вы должны понимать, для того, чтобы начать работать с базой данных MySQL, вам нужен домен или поддомен. То есть, я создал поддомен, create, создается мой домен, создается мой поддомен, все, он создан, я возвращаюсь обратно в эту панель. Теперь, когда создан у нас домен или поддомен, нам нужно создать базу данных. Для этого есть специальная вкладка, вот, MySQL Database. Сейчас заходим, да, то есть, нам нужно ввести название нашей базы данных. Ну, мы назовем, создаем базу данных. Запоминайте это название базы данных, которые вы создали. Возвращаемся назад. У вашего хостинга другая панель, но алгоритм действия от этого не меняется. Все, мы создали нашу базу данных. Давайте ее найдем здесь в списке наших баз данных. Вот она, эта база данных. Спускаемся вниз. Далее нам нужно создать пользователя базы данных. Итак, нам нужно теперь создать пользователя для нашей базы данных. Для этого мы вводим название пользователя. И давайте сгенерируем пароль. Генерируем пароль. Генерируем. Ставим галочку в чекбоксе. И использовать этот пароль. Все. Опять же, пароль вам нужно куда-то сохранить. На всякий случай. И кликаем по кнопке «Создать пользователя». Возвращаемся назад. Спускаемся. Я опускаюсь ниже. И вот еще ниже. Вот. И теперь нам нужно найти, вам нужно найти поле «Добавить пользователя в базу данных». Выбираем пользователя. Вот. Я создал пользователя. Food.de. И выбираем базу данных. Food.de. Лайбери. Вот. Выбрали пользователя. Выбрать какую базу данных. Выбираем какую базу данных. Добавить его. И «Add». Кликаем «Добавить». Далее нам нужно дать все права. Абсолютно все права нашему пользователю по редактированию базы данных. Я оставляю галочку в этом чекбоксе. Кстати говоря, вот имя пользователя. Вот. Чуть ниже. Название базы данных. Вам нужно также сохранить эти данные. Куда-нибудь. Текстовый файл. Все. И выкликаем по кнопке. Чтобы сохранить все изменения. Все. Возвращаемся назад. В эту основную панель. И теперь у нас база данных создана. Создан домен, который мы будем использовать как ссылку для получения данных с нашей базы данных. На сервере. И теперь, собственно, нужно перейти в панель phpMyAdmin. Сюда переходим. И загружается панель phpMyAdmin. И тут у меня куча разных базы данных. И нам нужна наша вот Food Delivery. Кликаем. И еще, видите, тут нет ни одной таблицы базы данных. Поэтому нам нужно создать первую таблицу. Сейчас вам расскажу немножко про базы данных. Что такое базы данных? База данных это таблица с данными. У базы данных есть поля, есть строки. К полям относитесь как к атрибутам. Например. Нам нужно, у нас будут первые данные, которые нужно завести в базу данных. Это блюда и категории блюд. То есть у нас будет категории, допустим, там пицца, суши, напитки. Это все категории. И будут такие блюда, как, допустим, для категории пиццы будет там пицца с морепродуктами. Да, в суши будут различные роллы там, да. И напитки будут там газированные, минеральная вода и так далее. Вот смотрите. Категории. Сначала нам нужно создать таблицу базы данных с категориями. Какие поля там будут? Это будет первое поле ID. То есть это индивидуальный идентификатор, по которому мы будем получать с вами нашу, нашу одну из наших строк. Дальше будет это название категории. Ну и наверное все. Если нужно будут еще какие-то поля, то мы будем добавлять сюда. Теперь по поводу блюд поговорим. Также какие будут поля у блюда, у блюд это ID обязательно, да, название блюда, категория блюда, которая будет соответствовать одной из категорий из этой базы данных, да. Ну и далее там дальше мы потом также добавим, я подумаю еще какие нам категории, какие нам поля нужно добавить в базу данных, в таблицу базы данных с блюдами, да. И вот, и вот это основные поля, и каждое, а каждое блюдо мы будем заносить вот в эти строки. И там будет первое, например, морская, пицца с морепродуктами, тут допустим ID будет один, первый номер, пицца с морепродуктами здесь будет название, категория, допустим отсюда будет идти как пицца. Ну и так тут же цена может идти, ну в общем я думаю в целом понятно, опять же посмотрим. Давайте создадим первую базу данных, для этого создать таблицу, вот сюда и название таблицы, мы, давайте назовем категории, опять же мы как бы определили, что пока у нас будет два поля, ID и название. И go, теперь создается наша таблица с базой данных. Вот смотрите, первое поле ID, оно будет всегда, оно у нас будет интовое, то есть число, да число, а здесь назовем поле name category, вот так вот. То есть название категории это будет, ну давайте varchar, это короче говоря тип короток, короткий текст, одна строка, да. И смотрите, где у нас поле int, нам нужно вот здесь, в этом короче чекбоксе поставить галочку, для того, чтобы наши ID генерировались в порядке очереди, то есть на автомате. go, и минимальное количество знаков, то есть это количество символов, которые будут в данном поле, ну сколько может быть символов категории, ну давайте поставим, не знаю там, 100, это с головой, хотя можно было намного меньше. В принципе, это наверное и все, сохраняем изменения, и вот пожалуйста наша первая таблица с базой данных создана. Вот здесь есть обзор, вкладочка, и тут видите, она показывается, что еще нет никаких записей здесь в структуре, мы можем посмотреть структуру нашей базы данных, и сделать необходимые изменения, как-то подредактировать ее. Ну а теперь давайте создадим еще одну базу данных, это сами продукты. New, новая база данных, здесь назовем ее, ну давайте назовем продукты, вот так вот, продукт. Так вот, мы определили, что первое поле ID у нас будут, да, ставим галочку в этом чекбоксе, чтобы ID-шники генерировались. Дальше будет у нас, давайте name category, вот, name category мы сделаем, это варчар 100, минимальное количество знаков, максимальное количество знаков. name продукт, то есть это название блюда у нас будет, так же варчар, ну так же 100, сделаем максимальное количество знаков. Значит, description, то есть это описание блюда, текст, наверное, да. Давайте текст поставим, максимальное это, пусть, 10 тысяч символов. Теперь нам нужно добавить еще поле, видите, у нас показано, говорится, в базу, в таблицу данных, базу данных продукт, добавить еще одно поле. Go, добавляем, добавилось поле, price, цена. Можно, конечно, как числовое хранить, ну, проще, как строку. Сколько? Ну, сколько может быть? Ну, пусть 10 символов будет. Возможно, еще нам нужно какие-то данные будут отражать в этой таблице базы данных, мы их потом добавим. Пока что, давайте сохраним сейф, давайте я в обзор перейду, в общем, вот сюда я слева на вкладочку с базой данных кликаю. Как вы можете видеть, мы создали с вами две таблицы с базой данных. Две таблицы базы данных, это товары, то есть блюда наши и категории товаров. Теперь, когда мы это с вами сделали, нам нужно, в общем-то, наладить связь с базой данных. Для этого мы возвращаемся во вкладку cPanel, но у нас также должно быть во второй вкладке открыты вот эти таблицы с базами данных. И вы должны найти у вашего хостинга файловый менеджер. Вот оно у меня здесь. Это нужно для того, чтобы мы могли открыть файлы нашего домена. Или под домен, смотря, что у вас находится. У нас вот foot, видите, foot, папочка foot, мы ее открываем. И тут еще немного, она у меня пустая. Нужно первый файл добавить, connections.php, который будет отвечать за подключение к базе данных. Для этого я создаю файл. Назову его так вот, con.php. Создать новый файл. Теперь нужно его открыть, я остановлюсь на него. Edit. Редактируем. И сюда мы вставляем вот такой код. У вас ссылка на этот код будет в описании под видео. Что мы здесь должны сделать? Хост, в большинстве случаев у вас будет localhost. В качестве name мы должны с вами вставить имя нашего пользователя. Помните, я вам ранее говорил, что вам нужно было сохранить имя пользователя, имя базы данных и пароль. Вот теперь вам нужны эти данные. Я копирую имя пользователя. Вставляю. Далее мне нужно название базы данных. Копирую. Вот в это поле вставляю название базы данных. И мне нужен еще пароль. Я копирую пароль. И вставляю вот сюда в кавычках свой пароль. Все. О чем я это говорю? Мы подключаемся к базе данных. Если подключение не произошло, то должно выйти сообщение. Должно выйти вот такое сообщение. Давайте сохраним изменения. Как вы помните, у нас название домена было food.alex.com. Переходим. И мы видим, видите, отображаются наши файлы. То есть наш файл con.php. Давайте кликнем по нему. И вот, пожалуйста, смотрите. Мы открыли по адресу food.alex.bashi.com slash con.php. Для более понятных. Slash con.php. И у нас вышел пустой экран. У нас нет никакого сообщения о том, что связь невозможно соединить. Если вышел пустой экран, это значит то, что связь установлена. И мы с вами корректно подключили базу данных. Все, отлично. Пока что все действия на стороне с базой данных мы завершили. И возвращаемся в наш проект. Давайте теперь поработаем в слое data. У нас будут тут под папки. Во-первых, первая папка, в которой мы будем получать данные с сервера. Эта папка будет называться API. Вторая папка нам нужна для размещения файлов локальной базы данных. DB мы назовем. Также нам нужны классы, конструкторы, по которым мы будем собирать модели наших баз данных. Поэтому мы должны создать папку models. Models. Модели. Далее нам нужна папка репозиторий. Папка репозиторий. Эта папка нужна для того, чтобы мы смогли передавать все данные. Во-первых, делать миграцию из базы данных на сервере в местную, локальную базу данных. Рум. И также мы будем здесь доставлять все полученные данные. Следующий слой domain. В слой domain будут также две под папки. Это, во-первых, репозиторий. Здесь будут располагаться интерфейсы, которые будут реализовывать код выгрузки данных из слоя data. И также в слой domain будет у нас папка use case. В этой папке у нас будут находиться классы, которые будут доставлять все необходимые методы по работе с базами данных. За слоя presentation, а именно во viewmodels. Так, отлично. И в слой presentations мы пока перетащим сюда main activity. Давайте рефакторинг заодно сделаем. Теперь, как вы видите, у нас одна папка вложилась в другую, другая в другую. Давайте мы подкорректируем, упорядочим их местоположение относительно друг друга. Видите, одна папка у нас сложена в другую, и их надо правильно упорядочить. Давайте правой кнопкой мыши. directory.pav Так, открыли мы папочку нашу с файлами. Открыли папочку data. И давайте зайдем в папочку data. IPDB. Видите, у нас одна папочка вложена в другую. Во-первых, репозиторию. Нам нужно вынести на уровень с API. Далее давайте в API DB выносим на уровень с API. API DB репозиторий. Вроде все верно. Вот. И теперь то же самое здесь делаем. нам нужен слой. И теперь здесь domain. Domain repository. Use case. На уровень с репозиторием сюда выносим. И смотрим. Все. Все у нас есть. Да, кстати, мы вот тут модели еще не вынесли. Давайте посмотрим. DB и models. Также вот на этом слое должно находиться. То есть, вот она иерархия по паттерну MVV. Мы разбиваем наш проект на три слоя. Data, Domain и Presentation. В слое data мы работаем с базой данных. Здесь должны папочки быть IP. В папочке IP мы должны с вами разместить классы, по которым будем принимать данные сервера. В папочке DB мы должны расположить файлы локальных баз данных. Room. В папочке Models должны быть классы конструкторы по сборке получения и работы с данными, которые находятся в базе данных. И репозиторий. Тут происходит вся магия по миграции из базы данных на сервере в базу данных на устройстве и дальнейшая передача всех данных в слой Domain в слой доставщик. В слой Domain будут две папочки. Репозиторий. Здесь реализуется интерфейс по доставке данных из слоя data в слой Domain и User Case это классы доставщики в слой Presentations. В слой Presentations у нас будут располагаться наши активики, все остальные фрагменты и весь UI. Ну и конечно мы будем делать инъекцию зависимости через Coin. поэтому нам нужен Package папочка D в которой мы будем все это делать вот так вот. Ну об этих двух слоях мы пока забываем и давайте сосредоточимся на слое data. Нам нужно получать данные с базы данных на сервере поэтому нам нужно расположить в папочке API во-первых создать API клиента который сделает возможным вообще получение этих данных и в API интерфейсе мы по-хорошему должны реализовать методы по работе с базой данных. Ну давайте для начала создадим API клиента правая кнопка мыши на папке API new и создаем класс Kotlin класс назовем API клиент API клиент и также здесь нужно создать интерфейс интерфейс API интерфейс создаем теперь мы возвращаемся к нашей PHP MyAdmin панели и давайте заполним базу данных с категориями кликаем на категории загружается таблица с базами данными сейчас мы внесем 12 категорий структур тут есть insert добавить кликаем наверху insert и айдишка первая будет первая айди да но мы как бы мы вручную будем наполнять поэтому название категории будут у нас первая категория новинки go давайте теперь вот сюда слева в категории продукт кликнем и вот у нас видите добавилась первая категория новинки давайте вот здесь есть вилочка копи копируем здесь указываем второй айдишник и популярная популярная упс go видите второй ставилось также копи теперь у нас будет пицца суши бургеры второе третье айдишник здесь пицца и go также копи третью копируем суши 4 четвертая айдишник гол напитки и так таблицу с категориями мы создали и теперь нам нужно добавить первый метод это просто получение из этой таблицы базы данных мы возвращаемся наш файл он менеджер помните мы создали первый файл коннекшен с точкой пички теперь нам нужно создать файл по выгрузке всех данных из таблицы категории продукт для для этого создаем файл называем файл get то есть получение категории продукт точкой расширения php это php файл создаем становимся заходим в режим редактирования edit и вставляем специальный код то есть запрос базе данных этот код также будет у вас доступен под видео теперь нам нужно его подредактировать что мы здесь поговорим и подключаемся через наш файл конн.пичпик базе данных и в качестве запроса select получение from все получаем откуда и теперь нужно вот здесь указать название нашей таблицы с базой данных она у нас таблица а вот она эта таблица категории продукт мы копируем название этой базы данных категории продукт и вот сюда вставляем название базы данных получаем и вот здесь нужно перечислить поля которые мы получаем давайте посмотрим на наши поля у нас поле id и name категории копировать id вот эти два поля удаляем получается name категории и здесь мы также дублируем его name категории здесь получаем то здесь поля смотрите поля когда вы перечисляете после последнего поля вы не ставите запятую а закрываете скобку запоминаем все получаем все теперь возвращаемся в наше приложение вот класса api клиента у вас под видео будет ссылка на файл код для api клиент там часто бывают шаблоны вставляете в код который там будет и сейчас мы с вами подредактируем его что мы здесь мы здесь создаем api интерфейс вот этот интерфейс который мы подсоединили да и мы показываем класс этого api интерфейса да инициализируем ретрофит то есть тот который мы подключили ретрофит библиотеку для получения данных данных сервера и вот ссылочка на по которой мы должны получать данные как вы помните наш поддомен называется food и вот здесь food alex bash com вот вот сюда оставляйте адрес вашего домена которому отключена база данных которого нужно получать данные mysql да и все остальное все остается без изменений тут все сюда вы больше не приходите забываем про этот файл api клиент api интерфейс здесь нужно разместить наш метод первый метод получения данных с базы данных mysql также под видео у вас будет ссылка на код методов для api интерфейса спускаемся здесь и вставляем шаблонный код я его чуть-чуть подредактирую конечно же у нас как он называется давайте вернемся файл называется у нас get категорис продукт ну чтобы это все не вводить я скопирую очень важно чтобы ваш метод назывался в точности как файл на вашем сервере вы выберете заходите сюда и вставляете вот в этих кавычках то есть у нас есть мы используем при запросе к базе данных mysql через ретель рефид мы используем аннотацию get скобках указываем название файла да ну то есть здесь лучше всего если вы метод так же назовете get категорис продукт ну пусть api мы еще добавим дальше кэл то есть типы мы звоним список и здесь нужно ввести класс конструктор по которому мы будем формировать запрос в базе данных mysql для этого в моделс нужно создать нам с вами давайте просто пока класс создадим потом сформируем по папочкам все правой кнопкой мыши класс модель создаем вот и здесь соответственно категория продукции здесь подключаем этот класс вот этот класс определился все теперь api интерфейс закрываем теперь нам нужно настроить вот этот класс модель код для создания модели образец будет у вас также под видео ну во первых ну что здесь нужно знать здесь нужно просто я его вставлю сейчас тут во первых что нужно знать что после класса ставим круглые скобочки и тут нужно перечислить нам с вами те поля которые у нас есть в нашей базе данных по факту их будет два id и name category вот он сейчас я вот лишнее сейчас удалю поля и что мы должны сделать с вами мы используем здесь аннотацию сериализация name в скобках указываем id то есть название поля точно такое же которое у нас в базе данных в таблице базе данных id здесь переменную лучше назвать id тип переменной правильно указываем и вторую я перед вами настрою как раз таки name и здесь также name все мы это сделали то есть нам нужно было сделать вот такие первые настройки дальнейшей настройки получения данных с базы данных на сервере мы вернемся в одном из следующих уроков когда уже у нас будет готов recycler view для выгрузки данных сервера пока этого у нас нету еще поэтому нам нужно сначала во первых разместить такой вид как bottom navigations в activity потом создать все необходимые фрагменты потом нам нужно настроить recycler view создать адаптер для этого recycler view по получению этих категорий создать шаблон как он внешний вид то есть как будет выглядеть каждая карточка с категории это все нужно сделать еще и вот мы вернемся к получению данных к выгрузке ее в локальную базу данных только после того как мы настроим весь этот UI комплект элементов это очень важно сделать поэтому пока что забываем про это и нам нужно теперь сосредоточиться вот на этом файле main activity и давайте откроем мы layout наш activity main давайте в код перейдем и нам нужно сейчас тексты кстати удаляем нам нужно подготовить разметку нашего activity сверху у нас будет top a bar из концепции material design снизу у нас будет bottom navigation из той же концепции material design а ровно посередине мы будем подгружать наш контент из различных фрагментов ну давайте давайте так как у нас data binding нам нужно создать layout слой да создали слой layout берем constraint layout это xml шаблон нашего activity сюда перемещаем constraint layout подключение различных путей мы копируем удаляем подсоединяем сюда в layout так все у нас теперь constraint layout нам нужно bottom navigation сделать поэтому нам нужен layout координатор координатор layout компоновщик потому что в нем мы разлом располагаем bottom navigation он у нас будет во всю ширину и по высоте и по высоте он будет в rap content также он у нас будет располагаться так как мы внутри constraint находимся то нам нужно указать расположение точки расположения в соответствии с тем как это требует constraint layout то есть мы располагаем нижний край к нижнему краю родителя нижнему краю родителя и также указываем вот такую вот такое расположение то есть конец концу начало к началу мы закрываем открывающийся тег нашего компоновщика и он создает нам закрывающуюся часть мы ее чуть ниже отпускаемся давайте айдишник добавим здесь section bottom navigations вот так вот мы это делаем все и теперь уже здесь внутри этого координата лояута можно на раз положить bottom navigations view здесь мы делаем как 0dp здесь actions bar size по высоте мы его делаем как actions bar то есть указываем указываем высоту понятную для компилятора что его высота не должна быть больше высоты которая предусмотрена для actions бара мы спускаемся ниже и давайте создадим небольшое затемнение elevation dp и закрываем наш bottom navigations но нам нужно он как бы bottom navigations будет содержать вкладки эти вкладки выгружаются через меню нам нужно создать в ресурсах папочку меню и уже в этой папке меню создаем файл меню и назовем этот файл давайте bottom bottom меню создаем вот этот файл bottom меню на код переключаемся и в этом файлике bottom меню мы с вами должны вставить я уже сейчас ставлю код уже который разбит на пункт вы этот код можете взять также под видео уже готовы но я его сейчас подредактирую у нас у нас будут четыре пункта ну давайте наверное стринг value стринг и здесь будем заведем четыре строки раз два три четыре там первое здесь будет меню давайте аккаунт здесь мы зададим ресторан и корзина корзина и давайте стикеры ярлычки при приделаем сюда по которым будем обращаться к этим строкам давайте таб меню таб аккаунт таб нижнее подчеркивание ресторан таб баскет корзина то есть мы все это сделали мы создали сроковые перемены теперь можно подключать наше меню первое у нас будет первый пункт у нас будет таб меню второй таб аккаунт таб баскет и четвертый будет у нас таб а нет баскет последний ресторан третий у нас вот так вот отлично и теперь нам нужно давайте также айдишники правильные подгрузим допустим меню у нас будет айдишник меню меню айтем здесь будет аккаунт айтем здесь будет у нас ресторан айтем здесь будет у нас баскет отлично и фрум это обозначает что отображать название каждого у каждого меню в любом случае так и теперь нужны иконочки взять дровой был правая кнопка мыши new vector первая иконочка это меню да у нас нужно сделать сюда на ярлычок кликаем а ну-ка давайте сейчас поищем food вот менюшка смотрите fast food food выбираем но цвет давайте сделаем цвет белый ну давайте иконку food все-таки сделаем next finish так далее нам нужно следующий аккаунт но new vector давайте поищем по ключевому слову аккаунт ну давайте вот такую возьмем иконочку ok account next finish следующий у нас ресторан ну давайте сейчас попробуем home что-нибудь такое а есть еще у нас тут store по-моему называется вот как домик такой next finish и последнее basket у нас корзина давайте вектор кликаем сюда basket ну вот такой можно да ok basket так так же finish теперь подсоединяем все эти иконочки первая иконочка food вторая иконочка аккаунт так здесь иконочка у нас ресторан иконочка у нас basket сделали закрываем меню теперь нужно вот в наш bottom navigations подсоединить менюшечку app меню собака меню и он выдает уже bottom меню мы подсоединили bottom navigations и как вы помните ну в общем там для того чтобы нам еще подсоединили мы не до конца еще настроили bottom navigations нам нужно сделать кое-что в main activity переходим в main activity как вы помните мы делали через binding поэтому перед методом oncreate private while binding activity main binding значит и делаем ну лабельной спускаемся и здесь перед тем как мы объявляем xml шаблон мы все это дело binding data binding util . set content view здесь перед шаблоном this new while our добавить методы для работы bottom navigation обращаемся к bottom navigations binding binding так как лабельный вопросительный знак точка мы забыли кое-что сделать в activity main мы bottom navigations не присвоили id bottom nav все отлично все отлично и здесь вызываем наш bottom navigations вопросительный знак set on set on navigations и time selected здесь ставим круглые скобочки this ставим здесь где подключены наследования мы подключаем интерфейс вот он navigations bot navigations view точка on navigations items нам нужна вот вторая on navigations items здесь видите красный подчеркнулся класс становимся красный и создаем метод да то есть мы должны переопределить метод который имеется базовый метод по обработке тапов по элементам bottom navigations мы его создали для переопределения здесь нужно использовать условного оператора when в скобках item точка item id и здесь в фигурных скобках мы уже должны будем пара и вот тут мы после оператора when где он заканчивается видите фигурная скобка return то есть возврат return и true истина и здесь уже поработаем сейчас с условным оператором when мы должны обращаться по идишнику каждому пункту меню r id r id давайте меню откроем которое мы создали и смотрим меню item хорошо r id обращаемся к меню item так ставим такой знак то есть старт кода нашего и мы должны вставить сюда загрузку фрагментов но фрагментов у нас пока нет под каждую вкладочку поэтому мы пока просто это сейчас скопируем 3 4 r id меню item дальше по-моему это у нас идет account item потом у нас идет по-моему ресторан item а тут можно просто else поставить и тоже участок для кода теперь давайте возвращаемся в наш слой presentation и здесь давайте создадим 3 фрагмента меню аккаунт ресторант и баскет корзина правая кнопка мыши new фрагмент и прям так и назовем меню слово просто меню финиш и начинает создаваться фрагмент так второй значит фрагмент это у нас аккаунт аккаунт финиш и теперь мы создаем еще один фрагмент еще фрагмент создаем фрагмент ресторана создаем далее создаем фрагмент баскет все фрагменты созданы и теперь можно здесь подгружать первое меню вызываем support фрагмент менеджер точка making transactions транзакцию делаем дальше replace и нам нужно теперь в activity main вот перед координатор лояут расположить фрагмент то есть виджет frame layout frame layout мы в этот виджет мы будем подружать контент из других фрагментов итак мы создаем виджет frame layout значит по ширине он у нас будет во всю ширину родителя поэтому match parent выбираем по высоте он будет по контенту wrap content сделаем id создаем id собака плюс id будет контент допустим и так как он находится внутри constraint layout то нужно задать расположение app layout то есть вверх примыкает к верху родителя ну и можно задать left to left of parent левый край к левому краю и так мы создали frame layout теперь возвращаемся в наш класс и теперь где здесь в коде где подключаем фрагмент в реплейсе сначала указываем через айдишник наш frame layout r.id.content.app ставим запятую и указываем класс фрагмента который нужно подгружать в данном случае это меню ставим круглые скобки ну и так как у нас будет одна строчка здесь то можно вот эти фигурные скобки убрать и давайте скопируем код подключения во все остальные условия и здесь значит меняем на класс здесь на класс аккаунт ресторан а здесь баскет все отлично и теперь и вот тут ошибочка у нас мы не тот мы не тот метод выбрали не тот прослушиватель item selected listener вот теперь все отлично и нам нужно сделать так чтобы по умолчанию была активная вкладка меню для этого мы через байдинг обращаемся обращаемся к bottom nav bottom navigations вызываем метод selected item id оператор присваивания и указываем id пункта меню который должен быть выбран по умолчанию это меню item теперь но для того чтобы нам увидеть что у нас подгрузились элементы у нас подгрузились фрагменты нам нужно давайте временно сейчас это сделаем чтобы наглядно все это было у нас давайте фрагменты xml шаблоны наших фрагментов откроем меню ресторан давайте с меню начнем в код переходим и в общем-то давайте здесь пока так текст ставим меню и нам нужно здесь текст color вот такой текст пока давайте временно вообще по-хорошему white здесь должен быть вот так вот я это сейчас копирую и по всем остальным значит меню мы это сделали ресторан код сюда пошли выделяем ресторан отлично отлично аккаунт в код вставляем каунт корзина и корзина вставляем корзина теперь теперь мне нужно кое-что исправить я тут кое-что неправильно сделал во-первых смотрите при вызове фрагментов после вызова класса фрагментов вызвать метод так везде точка гумит это раз во-вторых давайте перейдем верстку нашу значит у нас фрагмент здесь матч parent в контент в общем когда мы делаем в констрент лаяуте правильнее где ставить к ширину в 0 dp если вы хотите во всю ширину распространять распределять ваш виджет да поэтому координатор лаяут также 0 dp да и потом навигейшн здесь в общем-то модуль находится внутри координатор лаяут поэтому здесь нужно поставить во всю ширину а в самом координатор лаяуте мы должны сделать высоту по контенту вроде бы все давайте соберем наш проект смотрите у нас видите снизу отобразилась bottom navigations и при тапе по каждой из вкладок сверх в левом верхнем углу выходит название подгружаемых фрагментов это просто текстовые поляр я так настроил текстовые поляр чтобы мы могли наглядно увидеть что подгружаются нужные фрагменты то есть как это работает мы тапаем по вкладкам и подгружаются нужные фрагменты но мне не совсем нравятся цвета фиолетовые чуть-чуть серые иконки нам нужно сделать белые иконки а при активации какой-то вкладки она должна становиться оранжевая как иконка так и заголовок этой иконки давайте со стилями сейчас поработаем итак нам нужно поднастроить цвета но мы подстраивать отдельно под светлую под темную тему мы будем в самом конце когда у нас будет функционирующая мобильное приложение сейчас я разрабатываю под темную версию поэтому мне нужно открыть файл со стилями темной версии для этого слева темпс открываем и вот темпс найт мне нужен файлик открываем и нам нужно создать стили именно для нашего боттер навигейшн у вас под видео будет специальная ссылка на код в общем спускаемся вниз от базовых стилей и вставляем код со стилями тут имя я указываю bottom nave то есть имя может быть любое я буду через это имя подключать стили к нашему виджету и тут у нас три поля есть во первых андроид бэкграунд это фон нашего bottom навигаишн он у нас будет давайте в color зайдем вот я открыл файлик с color с цветами которые подключены в нашем мобильном приложении давайте спустимся вниз и ставим дополнительно цвета и вот этот цвет есть black gray level 1 в общем этот цвет будет являться фоном для нашей панели bottom navigations давайте night times и вот видите у нас сразу подключился цвет мы указываем что в качестве фона использовать цвет из файла color вот он цвет color и вот black gray level 1 вот этот цвет подграшаю в качестве фона по поводу цвета иконок и текста нам нужно два цвета обычные и в активном состоянии я вот у меня в коде шаблон стоял белого цвета но этот вариант здесь не подходит что нам как установить динамичную подгрузку цветов значит становимся на папку res правая кнопка мыши создаем папку color создаем папку color создали папку и здесь давайте создадим файл bottom nav dark для темной темы оформления и сюда нужно вставить сюда вставляем два пункта item два атрибута item давайте пробел уберем и тут в общем что мы говорим что в состоянии true когда активная данная вкладка мы должны с вами подсоединить один цвет иконки а в другом случае в другом для темной темы оформления это цвет orange для выделенных элементов для невыделенных элементов белый цвет white все закрываем для светлой темы потом мы сделаем такой же файлик когда будем подстраивать белую тему оформления закрываем и все что нужно сделать в атрибуте установки цвета цвета для иконки мы должны указать название нашего файла который мы создали это относится к категории color значит это color bottom navdark и в качестве цвета для текста это для текста вкладки также color bottom navdark теперь переходим к верстке нашего активити там где у нас виджет bottom navigations и все что нужно сделать подсоединить подсоединяем стиль bottom navigation все давайте соберем наш проект наш проект собран и как вы видите у нас все работает при табе по вкладке она становится в случае активации она становится оранжевой становится иконка оранжевой и текст становится оранжевой в неактивном состоянии иконка светлая ну а текст естественно скрывается теперь наш bottom navigation функционирует после того как мы создали с вами bottom navigation нам нужно создать сверху top up bar там м д оранжевой кое-как